Продолжение следует... Это связано, честно говоря, с одной довольно простой причиной, почему так долго не уходили. Получается такая проблема, что я попал в больницу. И так как я попал в больницу, что нужно было делать? Нужно лечиться. Лечиться не быстро всё-таки получится, поскольку это время. Многие знают, кто, если попадал в больницу, что какое-то время вы всё равно тратите на то, чтобы вылечиться. И каждый раз это по разуму получается. Прямо точное количество времени, сколько нужно вам на то, чтобы вылечиться и выписаться из больницы, вы не можете знать на 100%. Ну, примерно, и время, да. Возможно, сейчас кому-то стало интересно, а почему я попал в больницу. Я вам сейчас расскажу, что произошло и из-за чего я попал. Ну, начнём с того, что, как вы знаете по последнему видео, в прошлом, я был с насморком, записывал видео, и у меня такой не очень хороший был голос. Я говорил, что у меня насморок, нос забит, и из-за этого, как раз, возможно, у меня произошла проблема, что у меня поднялось давлением. У меня поднялось очень сильно давлением. Точно сказать я не могу, почему, поскольку на данный момент ещё выясняется, по какой причине поднялось такое высокое давление, но могу пока примерно сказать, что всё-таки это было довольно высокое давление. Поскольку, реально, у меня на тот момент было очень фиговое ощущение, поскольку я довольно много занимался. Чем именно я брал занимался? У меня, когда мне стало плохо, у меня была физкультура, и я ею занимался. Ну, понятное дело, кто, кстати, если не знает, то я на данный момент нахожусь и учусь в колледже. Ну, многие, наверное, знают, что в колледже пары идут по 90 минут. Ну, есть места, по крайней мере, мне рассказывали, люди, с кем я общаюсь, у них не пары, а уроки идут. То есть, у вас получается такая система, что не пары по 90 минут, а обычный урок. Урок, который длится 45 минут. И вот так у вас может быть сразу подряд два предмета, либо один предмет, и там уже следующий начинается, а пары уже сразу за один раз два предмета. Так вот, у меня на тот момент была физкультура, я занимался физкультурой, было всё прекрасно. Вообще, всё замечательно было, я себя прекрасно чувствовал, ничего не предвещало беды, но вот первая половина заканчивается парой физкультурой, ну, всё нормально. У меня такой был, ну, даже не то, что насморк, а нос забитый. После чего я особо не обращал на это внимания, поскольку, ну, что, особо не влияет на это. Не такая большая проблема, я посчитал. Ух ты, у нас полководец погиб, потому что по нему стреляли. Ну, ладно. Так как я не очень сильно обращал внимание на эти сопли, что у меня нос забит, я, конечно, как многие люди, пошёл высмаркивался. Всё нормально, нос даже на физкультуре был чистый, не забитый, всё хорошо. Но тут стою, ничего не делаю, и происходит такая интересная ситуация, что я чувствую слабость. Я чувствую очень большую слабость. Да, меня ничего не мучило, я ничем не занимался на тот момент. Просто стоял, смотрел, как выполняют нормативы по баскетболу. У меня из группы люди. И, ну, нормально всё. Что может плохо пойти? Ну, тут я почувствовал довольно сильно слабость. У меня начала болеть голова. Потихоньку после этого у меня ещё начали глаза болеть. И, кроме слабости, у меня всё-таки поднялась возможная температура на тот момент. Но после она упустилась. Я прям точно сказать не могу, поскольку не сразу мерили давление и температуру. Но, точно я вам могу сказать, что давление поднялось. Поскольку, когда померили давление, давление было очень высокое. Давление, когда мне померили, это уже, чтобы вы понимали, с момента, как я почувствовал такую проблему, и мне померили, примерно прошло полчаса. То есть, за это время, да, не так сильно, но всё-таки могла на какое-то количество упасть. Это вся проблема. И давление меньше нашло. Так вот, давление довольно высокое, и мне вообще фигово. И с этим я ничего поделать, честно говоря, не мог. И меня отправили домой. Я себя фигово чувствовал. После того, как меня отправили домой, я пришёл домой, само собой, и лёг спать. После чего мне стало более-менее хорошо. Себя плохо не стал чувствовать. Наоборот, я даже себя стал лучше чувствовать. Поскольку я поспал, и как мне потом померили давление дома, у меня, да, ещё было немного повышено, но это на немного. Это было не критично, поскольку мне дали, во-первых, таблетку, понижающее давление, а потом, кроме этого, мне ещё довольно хорошее условие дали дома, и я спал. Что-то трёхки повлияло на довольно хороший отдых. С чем связано повышение давления, точно сказать нельзя, поскольку на данный момент ещё результаты идут. Идёт выяснение, с чем было связано вот это всё. Почему такое высокое давление? Но я примерно считаю, что это всё-таки из-за усталости было. После чего мы сходили как раз в поликлинику, сказали, что нужно либо проходить врачей, либо ложиться в больницу. Мы решили ложиться в больницу, но решили на следующий день. Как раз это был вторник 28-го. Нужно было по-хорошему 27-го лечь. Лечь больницу. Да, 28-й это было. Но сказали, что можно всё-таки будет и потом лечь. Поэтому легли чуть позже. Ну, точнее, я лёг один, а поскольку, ну что, я всё-таки не маленький, могу один. Побыть в больнице. Они бросают оружие и бегут с поля боя. Ну и вот тут самое весёлое произошло, что я себя прекрасно чувствую. Лежу в больнице. И я не могу записывать видео, поскольку меня домой не отпускают. Выходить я с территории больницы, в принципе, из помещения я не могу. Нахожусь всё время в своей палате. И только там. Всё. Поэтому у меня не получалось как раз-таки брать и записывать видео для вас. Я надеюсь на то, что вы всё-таки продолжаете смотреть мои видеоролики, несмотря на то, что я довольно долго не записывал их. Я очень сильно на это надеюсь, что вы вернёте, если вы когда-то смотрели меня и ушли. Ещё я пока точно сказать не могу, но примерно ближе к марту я ещё просто не купил телефон. Я ещё не знаю, как у меня получится купить телефон или нет. Просто на данный момент у меня такая небольшая проблема с финансами возникла. Нужно по-хорошему, опять, это будет, конечно, связано с карантином, если нас закроют опять на карантин. Поскольку, ну, немногие, конечно, это могут знать, но есть люди, которые знают, что могут опять закрыть на карантин. Если нас опять закроют на карантин, у меня тут очень плохая ситуация начала идти, поскольку тут блокады нету, баррикады, из-за этого всё плохо. Если нас закрывают на карантин, я постараюсь устроиться на работу опять. Если я устраиваюсь на работу и у меня всё получится, то даже ближе к Новому году, либо после Нового года, я приобрету телефон и буду записывать такую замечательную игру под названием Cell Enter Flash. Именно та самая игра, в которой вы раньше играли, и я вам записывал её. Так, целый отряд пока уничтожен. Это немного обидно, конечно, но ладно. Надеюсь, не настолько большая проблема. Ага. Отряд кавалерия врага, коны и зестрельщики. Угу. Так, генерал, пока отойди. Ты очень сильно уже получил. Давайте, зажимайте их. Ага. Так, пришлось поставить паузу. Как я вижу, довольно плохая сейчас ситуация началась. На нас коны и зестрельщики напали. Пошли в бой, решили. Так, там ещё зестрельщики и другие бойцы. Это немного нехорошо для нас. Ну ладно. Я думаю, продавим сейчас быстро их. Генерал, давай сюда. Давай опять кидай страх. И пытайся пробиться через эту часть. И продавить здесь врага. Пытайся быстрее продавить. Ты сейчас очень важен. В пробиве его строя. Всё, выходи. Давай уходи отсюда. Опять у нас генерал погиб. Я не знаю. Я, чтобы вы... Я второй раз записываю, чтобы вы просто понимали. Я записываю это видео второй раз. Почему второй раз? Потому что именно с этого момента. Я начал, когда записывать первый раз. Я, ну почти сразу, как пришёл с больницы, сел записывать. У меня всё идеально пошло. А на данный момент у меня как-то плохо всё идёт. Вы сами это видите. Я не знаю, почему мы это на то, чтобы сидеть, снимать видео. Поскольку я в больнице сидел. И я ничего не делал. Вот. И мне как-то вообще влом сейчас... В какой-то степени мне влом записывать видео. Но всё же... Вот так вот выходит. Ладно, я сейчас поставлю паузу. Пройду эту битву по-быстрому и к вам вернусь. И так, вот битва закончилась. Я её провёл, как я вам обещал. 2215 бойцов против 2400 бойцов. Правда, я потерял один отряд по ходу прачников. Обидно, но ладно. Противник потерял всех бойцов. С учётом гарнизона, я только 786 воинов. У меня осталось 1429 воинов. И 386 воинов попало вражеских в плен. Неплохо. Так, оккупировать 12% пополняется в нашей армии воинов. Да, к сожалению, я потерял прачников. Но ничего страшного, поскольку у нас тут есть прачники. Да, можно застрельщиков купить, но я скажу вам так. Застрельщики фигня. Почему фигня? Да, потому что это вообще не то. Я не буду, пожалуй, прачников брать и лошадь защитников Бальда возьмут тогда, раз я потерял. Поскольку 4 отрядов лучников мне хватит. По крайней мере, я считаю, что мне хватит. Так, а Бахарас, для начала. Ага. Так, значит, денег... Ух ты! Денег на всё восстановить... На то, что всё восстановить не хватает. Обидно, ну ладно. Особняк рейстократа у нас тут есть. Налоговая ставка плюс 1. Сейчас. А вообще плюс 2, поскольку у нас не общественные земли, а там ничего не идёт. А так как у нас постройка повреждена, то... Понятное дело, что в плюс у нас меньше. Неплохо. Так, налоги. Минус 1, но коррупция минус 7. Хотя налогооставка плюс 1. Или минус? Плюс 1. А нас тут минус 1 налоги. Странно. Немножко странно. Ну ладно. Так. Хочу вам я сразу сказать такую интересную вещь, что у меня вот такая ситуация произошла до того момента, пока я не попал в больницу. У меня, во-первых, вот этот персонаж верность имеет меньше 3... Ой, 3-х. Меньше 4-х единиц. Это не очень хорошо. Я говорю вам сразу. Что если до нуля падает, то у вас восстание. У вас фрекция разделяется на 2 части. И у вас не очень хорошая вещь происходит. А я не хочу... Блин. Я сносить это не хочу. Я уверен, это можно использовать. Давайте сейчас ход-то сделаем и посмотрим. Я уверен, что... Ну, с учётом того, что я до этого его смог восстановить. Я не думаю, что в тот момент у меня произошёл баг. Ну ладно, сейчас узнаем. Поскольку у меня, кстати, на тот момент почему-то... Налоги. Плюс 7 были. А вот коррупция... Коррупция. На пятёрке осталась вроде. Или тоже поднялась. Я точно не помню. Но вроде... Поднялась. Так вот. Так как у вас падает очень сильная верность у персонажа, он создаёт мятеж и фракция разделяется на 2 части. Раскол идёт. И вам придётся завоёвывать обратно эти земли. Его вернуть как-то вряд ли получится. Очень вряд ли. Маленькие шансы. Тут факторы есть на то, что... Как это влияет. Каждое действие определённого персонажа может повлиять на члена вашего семьи. К примеру. Вражда приёмных детей минус 1. Что это я точно не могу сказать. Но... Я как понимаю, это... Идёт вот что. У меня вот эти 3 внебрачных ребёнка. А это 2... Такие нормальные. То есть... Натура, Установление и Бастард. Бастард это... Неродные дети. Получается, члена вашего... Вашего... Семейства. Будь так. Лучше. Почему? Потому что, смотрите. Берём пример Зоро. Зоро... Зоро вроде получил этих детей до того момента, пока женился. И у него уже есть дети. Но у него жены нету. Официально у него жены нету. Но есть возлюбленная. Она как разки... Родила двух детей. Которые являются членами семьи. Но... Они... Бастардны. Поскольку... Нету жены официальной. Так как нет жены официальной, То... Их считать как членом семьи очень сложно. Вот... Гасан. То же самое у него происходит. У него три нормальных и два бастарда. Потом... Тут... Особенности окружений и семьи. Тоже влияет очень сильно. Окружение и семья. Как влияет? Смотрите. Если... Жена дает... Какие-то... Плохие бонусы. То... Тут может очень плохо все пойти. Честно. Очень сильно может плохо... Произойти. Почему может плохо стать? Все связано с одной простой вещью. Ой... Даже не знаю, как лучше сказать. Ммм... Сейчас. Проще говоря, если так коротко сказать. У вас изначально, когда появляется жена у вашего персонажа, у вас либо положительные, либо отрицательные бафы. Отрицательные бафы, как раз таки, могут повлиять на семью. Именно на этого персонажа. Потом бастарды. Они могут тоже влиять на то, как отношение идет в семье. Чем больше бастардов, как я понимаю, тем хуже отношение идет в семье. Так же, как усыновление. Усыновление тут может не так сильно идти. Тут, честно скажу, еще прям так сильно не проверял этот момент. Нужно будет попробовать здесь усыновить этих детей. Получится или нет. Потом, окружением. Тут, как идет в окружении. Получается, как я, по крайней мере, полагаю, это от... От местонахождения его. И его деятельность. Поскольку вещи, которые он может совершать, могут играть какую-то роль. Как я понял. И роль могут играть вполне неплохую так. Но так... Я прям сильно не знаю факторов, которые могут тоже играть. А! Фактор, наверное, может играть увольнение с какой-то должности. По примеру того, что у вас персонаж... Был... Нет. Я продолжил все и не смотрел. Хотя... Хотя, скорее всего, тоже будет. У вас, к примеру, член семьи было... Да, даже старейшина отсюда. У вас было с пасаларом. Но вы захотели его поменять, поскольку... Ну, вам он там не нужен. Вы взяли, поменяли его. У вас отношение к нему может ухудшиться. Что может ухудшиться, если вы его берете. Если он как генерал используется. Вы его отправляете, так сказать, в отставку. Берете, уничтожаете эту армию. Не так, что взяли, напали на кого-то и уничтожили армию. А взяли, расформировали армию его. И его самого тоже, чтобы он пошел домой. Тут может отношение упасть. Верность его к вам. Поскольку вы считаете его ненужным. Поэтому смотрите все-таки, что вы делаете. Очень сильным. Так, смазка для колен. Верность может иметь разные источники. Разум, сердце или кошелек. Этот человек требует больше денег за свою лояльность. Что скажете? Ага. Давайте тут. А поскольку верность плюс два. Так, Эфдемон. Мы тебя превращаем в городок. У нас средство позволяет. У нас покарался мятеж. Прекрасно. Нападаем на этих мятежников тогда. Уничтожаем их. Возможно, сейчас прокачаем нашу армию. Я не знаю. Но надеюсь на это. Все, я его убил. Так. Кстати, интересно, что я стал с теми пленами, которые мы получили, когда захватили этот город. Поскольку у нас выбор не шел. Ну, да ладно. Отношения. Египет. Египет у нас тут. Давайте торговать. Они отвергают. Интересно, почему? Ухудшаются отношения. Конфликт религии. Великой державы. Неприятной культуры. Ага. Давайте. Вот так. А вот так они согласились. За 107 монет. Неплохо. Иудеи. Вы. Отказ. Да. Я так и знал. Макрон. Высокий шанс. Удивил. Макрон. Да, это у меня низкие шансы были. Я когда первый раз записывал, у меня не получалось с Макроном торговать. Так. У меня отношения должны улучшаться. Ну ладно. Да ну хиды. Мне с вами тоже улучшать отношения надо. А еще. А еще. А еще мне все равно на вас. В основном. Вас если я выведу. А потом вас тоже я выведу из города. Ага. Отношения. Общественный порядок. Отношения людей. Тут падает. Налет и сложность. Всегда влияет. Избавиться от нее нельзя. Политическая ситуация. Угу. Не знаю. Так. Власть достойна. Общественный порядок. Минус один. Сплоченность. Плюс один. Все войска. Верность. Плюс один. Так. Ясно. За новые религии во всей фракции как раз киев очень плохо начинается. Так сказать выбора религии. Ну ладно. Тогда как мы поступим? Мы все равно будем на данный момент сидеть здесь. Поскольку надо восстановить хотя бы немножко телокоронителей генералом. Ну. Принесидим. Я сразу говорю. За один ход вряд ли мы дойдем до Восточной Римской империи. А вот за два хода да. Мы дойдем. Поэтому сначала дойдем до границы. Подведем флот. Флот начнет блокировать порт Восточной Римской империи. И тут мы начнем как раз таки нападать на них. Я очень сильно надеюсь на то, что Восточная Римская империя на иудеев нападет и захватит ихний город Айла. Вроде. Да, Айла. Ага. Клевета. Соперники распускают грязные сплетни члене вашей семьи. Только прикажите, он замолчит навсегда. Тут придет все-таки подкупить. Ладно, не хотелось, но пришлось. 36. Неплохо. 50 нужно, тебе не хватает, да? Ну ладно. Давай на повышение пойдешь. Нет, тебе нужно остаться. Так. Все тут хорошо. Ты перемещаешься, тоже перемещаешься. Тебе не хватает очков в влиянии, ты стоишь на месте своем. Неплохо пока. Значит, пока неплохо, да? Угу. Так, поддержку собирать не стоит пока. Тут тоже. Но вот верность нужно. 5 из DC. Давай мужу своему верность обеспечу. Кстати. Ну да, влияние тебе не хватает. Ну ничего. Не такая большая проблема. Это не настолько большая проблема будет. А давай-ка начинай работу свою. Это у нас такой интересный персонаж. Инспектор. Который влияет на коррупцию. Вот налоги минус 7 процентов, коррупция минус 6. Почему налоги минус 7, я не знаю. Хотя налоги должны идти в плюс. По идее. Поскольку у нас тут налоговая ставка плюс 2. А у нас там минус. Почему не знаю. Ну ладно. Иудеям улучшаются отношения. Ух ты. Сосониды ухудшаются отношения. Давайте как сделаем. Торговля. И выплата. Все наши деньги. Обидно. Тогда просто дар делаем. Должны отношения улучшиться. Да. Улучшается. Дарай державе Сосониды. На восьмерочке. Пускай пока улучшается. Тогда. Начаться иудеями. Тоже войну. Начнем с ними войну. И отношения должны улучшиться. Особенно если мы их уничтожим. Хотя я не знаю почему Сосониды не могут иудеев уничтожить. И почему они воюют. Ну ладно. Ух ты. Восточно-Римская империя себя как-то плохо показывает. Я до этого просто играл. Как раз таки за эту фракцию. К примеру. Почти всю Африку. Так. Почти всю Африку. Восточно-Римская империя владела. Отчаянные шаги. В данном случае. Гарантировать верность будет непросто. Возможно придется. Привергнуть к более радикальным мерам. Так. Ослепить Агасан верность плюс пять. Новая особенность слепой. Либо Евнух. Но Агасан верность плюс пять. Оскопить. Или ослепить. Слепой. Но это не очень хорошо будет. Ммм. Эх. Блин. Пришлось сделать так. Поскольку слепым. Я думаю. Куда хуже было бы. Угу. Личное влияние. Личное влияние в минус пойдет. Это плохо. Это очень плохо. Ммм. Ну ладно. Давайте посмотрим, что из-за этого выйдет. 19. Плен. Долго. Еще один ход. Ээээ. Давай-ка. Подходи сюда уже. Потом. Режим укрепления. Но то, что больше воинов. Сюда вернулось к нам. В армию. Флот. Ага. Вы не даете сразу. На следующем году только. Ну ладно. Хотя можем еще бойцов нанять. Но не стоит. Не вижу смысла. Тут у нас получается. Стоимость строительства нет. Лучше пока военно-делом. Поскольку мы пока ничего особо не изучаем тут. Мы остановились на военном деле. Начинали гражданские вещи. Поскольку проблема с деньгами сначала. Потом с едой. Потом опять с деньгами в какой-то момент. Ну и долго потом с едой. Поэтому пока в военном плане. Пускай. Меня немного сосаниды напрягают. То, что куда они движутся. Интересом. Очень интересно. Куда они движутся. Кстати, нужно было сейчас. Посмотреть. Может смог бы сосанидами. Начать торговать. Начать торговать. Ух ты. Так у них тут только флот. Так, ладно. Блокаду держим. Тут у нас обычный режим. Берем это поселение в осаду. У нас подкрепление в виде флота. Сбалансированная атака. Поскольку флот у противника только. Мы воинов почти не потеряли. Все. Победа. Оккупировать. Только. Нас с армией поднялись. Или только генералам. Это вопрос. Тут. Дальность подкрепления и рвения. Это нам. Угу. Вот. Мне. Хитрость нужен. Позвольте ввести ночные бои на суши и на море. А тут. Ну да. Хитрость нужен. Вот. Опыт для всех новых солдатов. Тоже очень важен. Поскольку. А. Понятно. У нас тут. Ну да. Мы тут. Немножко так поигрались. И все сломали. Получается. Бывает. Бывает такое. Не удержались. Немножко не удержались. Ну с кем не бывает. Давайте. Пойдем. Все-таки. Я хочу. С сонидами держать хорошие отношения. Не хочу. По крайней мере. Сейчас. С ними воевать. Отношение улучшается. Это хорошо. Военные действия против Восточной Римской империи у нас появились. Давайте попробуем. Может сейчас шансы будут. Низки. И все деньги. Черны низкие шансы были. Ну ладно. Тогда. Я им предлагаю. Низки. Ага. Придется так. Вот так. Убираем это. И вот так. Должны отношения еще улучшиться. Если я не ошибаюсь. А. Точно. Я же захватил. И есть возможность нового губернатора назначить. Но правда тут никто особо не хочет в Египет идти. Ну. Тогда мы сами. Ага. Судя по всему придется санитарю делать. Поскольку тут много что для санитарей очень плохо делает. Потом у нас тут греческое христианство, римское христианство, римское язычество, иудаизм вообще падает. Иудаизм падает у нас. Да. Я не уделен что там купить не могу агентам. Тут тоже мы не можем. Ну тогда Евдемон в помощь. Угу. Ага. Такая маленькая проблемочка оказывается у нас возникла. Ясенько, ясенько. Тогда, я думаю, тебя отсюда пора забирать. Иудаизм растет. Ох ты, пища тут начала в минус идти. Немножко, нехорошо. Очень нехорошо это. Ой, ёй, ёй, я не на той нажал. На город. Иудаизм все равно растет. Вот. Тут налоги в плюс идут, а там в минус. Коррупция в минус. Ну, коррупция неудивительна. У тебя аж плохая. Да, у тебя плохая. Развестись. Да. Тебе нужно развестись. У тебя очень плохая жена. Потому что... Я задел книжечку, и у меня микрофон полетел вниз. Просто у меня такая отличная конструкция, что раньше микрофон все-таки ниже был. Вот это мне не нравится. Вот это мне реально не нравится. Особенно вот этот флот, который плывет сейчас ко мне. Очень сильно. О-хо-хо-хо-хо-хо. Я даже не знаю. Тут, походу, придется с асанидами воевать. Если это так будет, это плохо будет. Очень. Крупный придется делать, поскольку денег нет. Ну что? Нет, у тебя пока не растет. Флот. Давай-ка ускоренный. Вдвоенный темп. И сюда бегом. Эфдемон. Да, конечно, понимаю, может это фигово для меня сейчас будет. Но, я особо не вижу вариантов, как раз таки, что можно тут предпринимать. Поэтому я беру создающую одну армию. И придется, придется тут нанимать бойцов. 625 монет, да? А если я тут? 325. 325. Ну, у него по кремлере второго ранга можно. А у тебя? А, у тебя тоже. Угу. То есть, ты все равно бесполезный, по факту. Ну, возвращайся тогда назад. А тебе? 2-3 до этих бойцов. Другого я не вижу. Я реально другого пока не вижу. Варианта, что делать? Я пока, да, проигрываю с Асанидом. Это плохо. Отношение ухудшает. Почему? Не знаю. И они довольно быстро сейчас начинают ухудшаться. Так, а если я вступлю с ними войну? Ага. Хорошо, а если попробуйте опять где-то вот. Но мы вступим в войну с ними. Угу. Они отказываются. Ладно. Ух ты, у Асанидов отношения с белыми гунами улучшаются. Удивительно. Как так? Так, и Мияра. Белые гуны улучшаются. Иудеи тоже. Угу. опасные времена наступают с учетом того что мы боимся с восточной римской империи и что у нас тут в принципе происходит внизу с иудеями все равно придется воевать я почему придется мне все равно воевать потому что тут складывается такая проблема у меня границы очень длинным мир реально очень длинные границы получается и это очень плохо поэтому придется мне начать воевать с ними если не начинать воевать ну скажем так бессмысленно было что-то делать на данный момент есть тут что да вот на рвение будем рвение тебе еще прокачивать ну тут я пожалуй буду заканчивать видео поскольку все очень интересно складывается по ходу война с са санидами начнется не уверен но подозрение на этом вот флот подплывает к моему поселению но плывет дальше плывет дальше но стоит все-таки узнать куда они плывут и недалеко от них хотя бы находиться поскольку реально это может быть очень сильно опасно но на этом все-таки закончил с вами был я леонид всем удачи всем пока